Сильда, Бурак задержится, интересно? Да, милый, сегодня день рождения у Эды. Ты забыл? А, вот как. Ты что, забыл? Он сказал, они устроят ей вечеринку, так что завтра мы все поужинаем вместе. Было бы хорошо. Организуй что-нибудь. Обижаешь меня. Эда и моя дочь, конечно, я что-нибудь придумаю. Конечно. Эда всегда будет с желанным гостем в нашем доме. Не хат. Я все еще не могу представить. Как та женщина могла так поступить? Когда она ушла, Эда была маленьким ребенком. Как можно не скучать? Ни разу не позвонить собственной дочери. Даже камень бы треснул, когда я не вижу сына пару дней. Я уже начинаю скучать, а она за столько лет ни разу не позвонила. Поверь мне, было бы намного лучше, если бы они не виделись. Вряд ли такая женщина что-то могла бы дать своим детям. Не хат. Я так не думаю, что на самом деле материнство – это совсем другое чувство. Я не могу понять ее. Давай-ка лучше позвони Мэдди. Мы ее не поздравили. Дядя дорогой! Эда? Как поживает самая красивая племянница в мире? Я в порядке, спасибо. Как вы поживаете? Я тоже в порядке. С днем рождения тебя! Спасибо, дядя. Но это еще не все. Мы отпразднуем вместе как можно скорее. И у меня есть подарок для тебя. Ну что вы! Достаточно того, что вы помните. Ну что ты, дорогая. Погоди секунду. Твоя тетя хочет с тобой поговорить. Пока. Неужели сегодня у нашей самой красивой племянницы день рождения? Счастливых тебе лет! Спасибо большое! Хорошо, дорогая моя. Целую. Увидимся. До скорых встреч. Дядя? Дядя? Племянник. Я получил прекрасные новости. Я бы хотел, чтобы ты услышал это от меня, но мы не можем собраться вместе, так что... Да, дядя. Ты пренебрегаешь мной в последнее время. Ты прав. Надо видеться чаще. Ладно. Хорошая вечеринка, правда? Чегла, добро пожаловать. Спасибо. Привет, дорогой. Привет. Добро пожаловать, Чегла. С днем рождения, милая. Спасибо. Эда, потанцуем? Пошли. Можно. Я опоздала только потому, что ты сказал, что не сможешь забрать меня в самый последний момент. У меня поздно закончились дела, Чегла. Не обижайся. Или ты обиделся на меня. Да нет с чего бы мне обижаться. Хорошо тогда. Чего это Башар тебе постоянно названивает? Он мне уже надоел, Нихат. Я по ночам спать привыкла, а не слушать, как звонит твой телефон. Что это такое? Это не друг. Некто важный, что он звонит каждый раз. Что ему нужно? Сельда, я должен тебе кое-что сказать. Слушаю, Нихат. Я не говорил тебе об этом, чтобы ты не волновалась. Что случилось? На самом деле, мне звонит не Башар. Мне звонит Башар. Башар? Бывшая жена Синана? Да. Не может быть. Помяни черта и он появится. С чего она тебе звонит? Что она хочет? По правде сказать, я сам полностью не понял. Я и Синану об этом не сказал. Пока он с Ильчиной детьми так счастливы, я не хотел в лишний раз их напрягать. А что мне оставалось делать? Она появилась из ниоткуда. Как она вообще смеет звонить? После стольких лет чего она хочет? Хочет видеть детей? Я сомневаюсь, что она появилась по этой причине. Кажется, дело в другом. Как в другом? Когда мы виделись с Башак... Вы виделись с Башак? Да, виделись. Галья же видела меня. Вот тогда я встречался не с Башар, а с Башак. То есть, получается, в своих подозрениях я была права, Нехат, а ты мне солгал. Пожалуйста, послушай, я был вынужден, у меня не было вариантов. Какой бы ни была причина, ты не должен был мне лгать, Нехат. Сильда, пожалуйста, послушай меня. Эх, Башак. Опять объявилась и... Все испортила. Папочка, я совсем забыла спросить. Мне прислали цветы. Это ты подарил? Нет. Но мне тоже надо было отправить. Но это не я. Хорошо, папочка. Наверное, тайный поклонник. То есть, кто-то из друзей. Ладно, дочка, я уже пойду. Пока меня не выгнали. Ну, папа! Я шучу. Ладно, дети, веселитесь. Веселитесь. Пока, папочка. Здравствуйте, дядя Синан. О, Джон Су, добро пожаловать. Спасибо. Дорогая. С днем рождения, дорогая. Тебе понравился сюрприз? Я была очень удивлена. Ты мне ничего даже не сказала. Тогда сюрприз бы не получился. Моя маленькая сестренка так выросла. Да, братик, наконец-то ты это принял. Я снова желаю тебе счастливых лет, принцесса. Спасибо. Вы все молодцы. Продолжайте в том же день. Ты сегодня такая красивая. Я просто в восторге. Тебе нравится? Да. Сегодня важный день. Я так старалась. Да, этот вечер очень важен. Я так взволнована. Девочки, о чем вы там шепчетесь? Да нет ни о чем. Нам нечего от вас скрывать. Я просто пошутила. Любимый, пойдем потанцуем. Давай потом, Чагла. Ты тоже сегодня не в настроении. Я устал, Чагла. Хорошо. Девочки, пойдемте немного потанцуем. Пойдем. Где Денис? Не придет? Что-то случилось? Что случилось? Ничего не случилось, брат. Закроем эту тему. Почему? Все было замечательно. Все кончено. Но почему? Потому что она соврала мне. Они с Кураем действительно были вместе. Я дал ей последний шанс, но от этого было больше проблем. Я пойду посмотрю за ним. Где Денис, интересно? Я ничего, конечно, не говорю, но на этот раз они точно расстались. Неудивительно после таких фотографий. Волкан не сможет после такого остаться с ним. А откуда ты знаешь про фотографии? Все социальные сети об этом говорят, Бурак. Они реально были вместе с Кураем. Еще и такие позы на фотографиях. Ты обожаешь следить за личной жизнью других, Чагла. Волкан наш друг, Бурак. Он может сейчас быть расстроен, но он увидел настоящее лицо Денис. Сельдан. Пошли выйдем, прогуляемся. Ты не хочешь выйти прогуляться, или ты все еще зла на меня? Я вообще ничего не хочу делать, Нихад. Не хочу. Если ты все еще зла на меня, хорошо. Только не нужно преувеличивать. Ха, я преувеличиваю? Хорошо, прости меня. Ты права. Я соврал только для того, чтобы не волновать тебя. Я ждал правильное время, чтобы рассказать тебе это. Я не рассказывал тебе об этом, потому что я не хотел даже имени ее произносить. Разве я стану лгать тебе на пустом месте? Нихад. Ты до этого дня мне никогда не врал. Ну и отныне не ври, прошу. Разве я так могу? Родная моя. Женушка моя. Дай посмотреть на тебя. Какой ты становишься милой, когда сердишься, а? Единственная моя. Давай. Прости меня, дорогая. Ты же простишь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ослы, добро пожаловать! Хорошо, что ты пришла. С днем рождения, Эда. Это мой подарок. Надеюсь, тебе понравится. Спасибо большое. Ослы, спасибо, что присоединилась к нам. Ты для меня это нарисовала, да? Спасибо большое. Я поставлю в своей комнате. Отнеси, пожалуйста, в мою комнату. Ослы, ты очень красивая. Даже красивее меня. Спасибо. Нужно обязательно запечатлеть этот момент. Ослы, давай улыбнись. Ты правда очень красивая. Да, красивое фото. Потанцуем? Брат, ты тоже к нам присоединись. Барыш. Конечно. Ослы, мы можем потанцевать? Умут. Умут. Умут yok, bir ışık yok gözlerinde. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По-моему, ослы до сих пор что-то чувствуют к балкану. Иначе в жизни бы сюда не пришла. Явно не ради Айды она сюда пришла. Хотя она лучше Денис, знаешь? Ослы идет это платье и прическа. Она неплохо для него постаралась. По-моему, этим вечером они точно померятся. Ча-кла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тебе лучше? Я в порядке. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я стащил одежду у тети. Я хочу сказать кое-что. Сидит идеально. Совсем не идеально. Я весь вспотел. Что это вообще такое? Я не могу больше так. Дай посмотрю, зачем надел их в такую жару? А что мне нужно было сделать? Прийти с волосатыми ногами? Единственный. Я бы сделала тебе эпиляцию. Ганджа, не издевайся. Посмотри, в каком состоянии я из-за тебя. О, ты настолько хотел меня видеть, да? Да. О, боже, она поцеловала меня! Она меня поцеловала! У меня осталась помада, да? Нет, нет, нет. Наш первый поцелуй не должен был быть таким. Подожди. Дай теперь я поцелую тебя. Ничего себе! Я не знаю, как я это сделал. Просто на меня нашло. Просто наваждение какое-то. Ужас. Какой кошмар. Слышу, папочка. Но еще очень рано. Ладно, я еду. Дорогая, папа приехал. Я говорила ему не приезжать так рано. Ну ладно, приехал же уже. Давай, вы снова останетесь наедине. Барыш, пока. Увидимся, дорогая. До встречи. Всего доброго. Еще раз спасибо за этот вечер. Все было прекрасно. Все было очень прекрасно. Точно. Все очень хорошо пошумели. А ты? Я тоже, конечно. Малявка. Мне нужно кое-что тебе сказать. Слушаю, Эда. Для начала я скажу, что ты очень хорошо выглядишь. Спасибо, дорогая. Я старался для тебя. Барыш, ты мне нравишься. И уже очень давно. Эда? Ты мне как младшая сестра. Всегда так было и будет. Ну, иди сюда, малявка. Эда, мне очень жаль. Сделаем, что этого разговора не было. Эда, ты в порядке? Что случилось? Я рассказала ему о своих чувствах. Видимо, прошло не очень хорошо. Я опозорилась. Лучше бы я вообще ничего не говорила. Теперь в лицо ему смотреть не могу. Все кончено. Это был Барыш, да? Все кончено. Да. Я опозорилась. Эда, не расстраивайся. Ты очень смелая. Может быть, он так отнесся, потому что... Просто... Не ожидал этого услышать. Промолчал бы тогда. Не говорил бы и не делал вид, будто этого разговора вообще не было. Эда, оставь это ненадолго. Если он что-то чувствует по отношению к тебе, обязательно скажет. Ослы, все кончено. Я опозорилась. Я тоже расстроилась. Ребят, я ухожу. Куда? Еще очень рано. У меня завтра много дел. Ну, мы тоже работаем, наверное. Он же два дня поработал. Ладно, увидимся. Хорошего вечера. Я пойду. До встречи. Доброго вечера. Пока. Будет хорошо, если я уже пойду. Вы бы не могли вызвать мне такси? Я тебя подброшу. Ну, то есть, мы тебя подвезем. Я не буду вас утруждать. Нельзя ехать на такси в одиночку. Ослы, я тебя подвезу. Правда, не стоит. Я доеду сама. Нет, нельзя. Я подвезу тебя. Хорошо. Эда, еще раз с днем рождения. Классная вечеринка. Все было здорово. Спасибо большое. Хорошо, что ты пришла. Пойдем уже? Хорошо. Я отвезу ее и вернусь к вам. До встречи. Мы к тому времени уже уйдем. Они очень подходят друг к другу. Надеюсь, они помирятся. Я тоже так думаю. Потому что это лучше, чем Денис. Чагла, мы тоже уходим. Завтра утром мне нужно быть на работе. Хорошо, Бурак. Ты тоже стал каким-то скучным. Увидимся, когда. Увидимся. Пока. Увидимся. С днем рождения. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...